Алексей Осипов родился 18 февраля 1975 года в Ленинграде в семье ученых. Алексей сначала поступил на биологопочвенный факультет, но проучился там недолго и понял, что всерьез заниматься наукой не сможет. Затем он долго накапливал жизненный опыт, работал грузчиком, тренером, таксистом. Первую роль в кино Алексей Осипов получил в 2001 году в фильме «Гладиатрикс» Тимура Бекмамбетова. В 2002 году поступил на актерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Широкая известность к актеру пришла с сериалом «Бедная Настя», в котором он исполнил роль Никиты Хворостова. Всего актер сыграл в кино более 35 ролей, в том числе главные роли в картинах «Янтарный барон», «Двое из ларца-2», «Летучий отряд», «Коммуналка», «Товарищ полицейский», «Всегда говори всегда» и в других. Несчастье с Алексеем Осиповым произошло 13 февраля 2013 года. Он вышел на прогулку на лед Финского залива и не вернулся домой. По факту исчезновения актера было возбуждено разыскное дело. Он был объявлен в федеральный розыск как пропавший без вести. Поисками Алексея Осипова занимались полиция, добровольцы и группа активистов, состоявшие из друзей и знакомых актера. Спустя пять месяцев, а именно 22 июля 2013 года, тело Алексея Осипова было обнаружено у дамбы в районе города Ломоносова. До сих пор для всех остается загадкой, что на самом деле произошло с актером. Существует много версий произошедшего. Алексею Осипову было всего 37 лет. Церемония прощания с актером прошла 31 июля 2013 года. Тело было кремировано, а прах захоронен на Кленовой аллее Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok